Добрый день дорогие друзья, вы на канале альтернативного блоговидения, с вами Андрей Курейчик, из нового места, из путешествия, друзья мои, спасибо огромное, что очень активно смотрите и подписываетесь на канал, помогаете, я прям чувствую с каким отношением, когда я задал вопрос про эту великую 8,5 часовую пресс-конференцию, где Лукашенко, так сказать, уделал, уделал Уга Чавеса, и Фиделя Кастро, которые тоже любят потрындеть часов по 6, любили потрындеть по часов 6-8, вот, и мне пересказали это в фантастических комментариях, я все понял, я все понял, что, слушайте, мой мозг может и не выдержать просмотра этих 8,5 часов, вот, а лучше всего ответил на эту пресс-конференцию, как ни странно, Дмитрий Гордон, вот, который выпил за свободу белорусского народа и сказал очень правильные слова, можете посмотреть, но, может быть, мы и дойдем до разбора каких-нибудь важных оттуда мыслей, хотя важных мыслей вы мне там не написали, что он что-то такое говорил, из новостей вы знаете, Латвия теперь уже объявил чрезвычайное положение на границе, потому что туда перенаправили поток этих самых, да, в Польшу, ну, это, да, придется защищаться, придется им, их как-то выдворять, в общем, проблема не решается. Я хотел поговорить про другое, я хотел поговорить про вас, о вас, точнее, про то, о чем вы думаете, вот это важно, не то, что я, я сам знаю, про что я думаю, и что я знаю, и во что верю. Мне интересно вы и ваше мнение, тысяч и тысяч и тысяч людей альтернативного благовидения, поэтому сегодня мы поговорим про наши опросы, причем я принимаю критику многих из вас, что как-то иногда странно сформулированы вопросы. Андрей, почему так странно сформулирован вопрос? Это трик, это определенная хитрость военная, друзья мои, почему я какие-то вопросы странно сформулировал? Объясняю, потому что государство тоже проводит социологические опросы, проводит их по заказу там госканалов, некий там центр ЭКООМ, и они имеют свои результаты, я увидел эти результаты не где-нибудь, друзья мои, а в самой правдивой в мире газете СБ Беларусь сегодня. И я вам хочу показать один опрос и потом показать ваши ответы на этот же опрос и вот сравнить. Значит, смотрите, вот государственные опросы. Доверяете ли вы белорусской оппозиции в целом? Да, значит, доверяю 3,8%, скорее доверяю 13%, это в феврале, а в июле 7, да, падает доверие, ужасно. Скорее не доверяю 24%, не доверяю 41,6%, ну и затрудняюсь ответить 23%. То есть страшное недоверие к белорусской оппозиции по версии, значит, этого аналитического центра ЭКООМ, они опросили там аж 1890 респондентов. Думают, странно как-то, да, может быть, так и есть. И поставил этот же опрос у себя здесь на альтернативном блоговидении. И сейчас расскажу вам результаты, но перед этим скажу, что удивительнейшим образом у нас на альтернативном блоговидении очень неплохая выборка. То есть у нас по, значит, гендерному составу 53,5% это женщины, а, соответственно, 46,5% это мужчины. Это соответствует ровно тому, что в Республике Беларусь. Примерно такое же разделение, там, в доле процента вы можете проверить, зайти на сайт Госкомстата. И тоже прекрасно также разложилась возрастная структура. То есть такое же количество у нас примерно, там, буквально до процента людей за 60, такое же количество людей среднего возраста, такое же количество молодежи, если брать от 18 лет. То есть возрастной, гендерно, репрезентативно. Дальше представлены все города на нашем альтернативном блоговидении. Вы сами видите это в комментариях, кто, откуда, все, все пишут. При этом 81% это люди из Беларуси и 19% чуть-чуть меньше из других стран, но я думаю, что тоже белорусы. Вряд ли это китайцы смотрят и так далее. В основном, конечно, Литва, Польша, Америка, Германия, Россия, да, Россия больше всего. Тут белорусы со всех сторон. Вот, то есть можно смотреть и таргетирование вот это, и таргетирование у меня на Республике Беларусь, и, значит, статистика Google позволяет смотреть очень-очень детально. Так вот, значит, вот вы увидели еще раз, не доверяет белорусской оппозиции 41% плюс 24, то есть 66% не доверяет общество белорусской оппозиции по мнению Центра ЭКООМ. А теперь посмотрите на свое мнение. 11 тысяч проголосовавших, не 1800, 11 тысяч проголосовавших, 70% доверяют, 23% скорее доверяют, 3% скорее не доверяют, 4% не доверяют. Ну вот, вот, как бы, факт, сравнение. Еще один вопрос. А, и думаю, ну хорошо, белорусской оппозиции не доверяют, доверяют. Может, надо проверить доверие к органам власти? Задал вам вопрос. Рейтинг доверия белорусской власти президенту правительству, судам правоохранителям. Не доверяют 97%. Ну, ребята, ну эти 97% у нас уже вошли просто как притча во языцах. Скорее доверяю, скорее не доверяю один, скорее доверяю тоже один и доверяю один. 11 тысяч больше даже проголосовавших. Как так? Как так? Объясните мне, что вы творите? 11 тысяч. Гигантская выборка населения. 97%. Позорники. Даже тут математически ударили больно нашу прекрасную власть. Хорошо. Другой вопрос от ЭКООМа. Давайте посмотрим. Если ваша жизнь ухудшается, то как вы думаете, кто в этом виноват? Виноваты мы сами. 18%. Я беру свежие, да, типа июльские, да, в июле. Государство 4,9. Оппозиция аж 12. Правительство 6. Президент 5. Конъюнктура 13. И правительство других стран 4,7. Да? Увидели. Те же самые 1890 респондентов. Те же самые, да? То есть виноваты сами больше всего. И дальше идет мировая конъюнктура. Значит, и оппозиция виновата. Прекрасно. Ну, прекрасно. Ну, давайте посмотрим, что вы думаете по этому поводу, дорогие белорусы. Смотрим. Если ваша жизнь ухудшается, тот же вопрос ухудшается, то как вы думаете, кто в этом виноват? Вы сами. 21%. Там 18. То есть близко очень. Дальше. Государство, президент, правительство я объединил, потому что, ну, это ж одна структура. 77%. Оппозиция 1. Правительство других стран 0. Мировая конъюнктура 1. 9600 с копейками голосов. 9600 с копейками голосов. Там 1800. Вот такая картина, понимаете, мира в реальности. И дальше давайте пройдемся по остальным опросам. Я, кстати, со многими не согласен с вашим мнением. Но так бывает, что я думаю одним образом, а большинство людей думает другим образом. Где-то я согласен. Я буду говорить вам, где я согласен, где я не согласен. Я не собираюсь вас там переубеждать. У вас, вы взрослые люди, у вас собственные убеждения. Но я очень рад, что вы их выражаете активно. Потому что в стране, как вы видите, да, в опросах 1800 специально подобранных респондентов. И это выдается за некое общественное мнение. Вот вы голосуете. Живые люди сами, каждый из вас может зайти во вкладку сообщества, увидеть списки для голосования и нажать на кнопку. И у вас, это ваш аккаунт один. Здесь, кстати, с ботами очень тяжело в Ютьюбе. Потому что Ютьюб привязан к Гугл аккаунту. Да, а Гугл аккаунт привязан к телефону. И регистрировать Гугл аккаунт, это не так просто. Это не просто там вот эти безымянные боты в комментариях, да. Это все равно, по большому счету, какой-то человек. Поэтому да, наверное, какой-то процент может ботов быть. Но, как показывает практика, очень небольшой. Итак, пройдемся по вашим ответам. Революция в Беларуси имеет геополитический характер, да или нет? 6000 голосов. Да, 42%. Нет, 58%. Грустный для меня ответ. Потому что для меня, конечно, имеет это геополитический характер. Попытки все-таки белорусов войти в Европу, в европейское пространство. Но вот большинство считает, что не имеет. Что потом это как-то будет решаться. Хотя на самом деле выбор идет уже сейчас. И Россия уже сделала свой геополитический выбор. Почитайте статью Путина. И этот выбор забрать территорию Беларуси. А европейцы не могут ничем помочь. Потому что вот так население в большинстве своем действительно считает, что пока этот выбор не стоит. Грустно. Это грустный опрос. Идем в следующий. Какой вы видите новую Беларусь? Парламентская республика, где всех должностных лиц выбирает и назначает парламент. Или парламентская президентская, где кандидатуры премьер-министра, генерального прокурора, главы Нацбанка, Совет Безопасности и ряд должностных лиц предлагает и назначает президент. Да, я тут не дораскрыл. Парламентская республика 87% из почти 6000 проголосовавших. Парламентская президентская 13%. Этот опрос очень важен для вот этой комиссии. Мне там Лебедька говорил про 3000. Вот уже 6. Да и не изменились результаты ни на секунду. И будет 66, будет такой же результат. И 666, извините за это адское число, и тоже будет такой же результат. Потому что, как показывает практика, после 1000, 1200 голосов устанавливается пропорция. Она не меняется, сколько бы людей еще сверху не проголосовало. Все, там уже понятно общественное мнение. Так вот, общественное мнение говорит о том, что не хотят люди, блин, как это донести до этой конституционной комиссии нашей, ОКК, этой, которая пишет новую конституцию. Не хотят, ну не хотят, ну кол на голове чешите. Не хотят они президента, который назначает своих людей или предлагает своих людей. Не хотят. Ну не знаю, но причем вот я знаю, что они обсуждают, чтобы выносить это на какое-то голосование, там через свои структуры, через честные люди. И идет дикое сопротивление именно по этому вопросу. Пытаются любой ценой сохранить эту власть президенту. Вот любой. Просто не так, так, сяко. Давайте снимем этот вопрос. А люди еще не готовы. Они тупые, не понимают. Они, у них просто предубеждение психологическое. Может быть психологическое. Может они тупые. Может у меня просто канал самых тупых в мире зрителей. Все может быть. Но они не хотят. И нельзя им втюхивать то, что они не хотят. И нельзя им, значит, на лопате дерьма накладывать. Но не хотят. И все. Вот когда это дойдет до Лебедька, когда это дойдет до всей этой комиссии, а вот кто там это лоббирует, вот когда до них просто это дойдет, вот простая, простейшая элементарная мысль. Не хотят. Ну, сформировалось у людей такое отношение. Ну, оно уже сформировалось. И спасибо тут Лукашенко, кому угодно. Вот. Будете объяснять, что хотите. Танцуйте. Стриптиз танцуйте. Вот. Лекции им читайте. Не хотят они. Не хотят президента, который кого-то предлагает и назначает, формирует свою команду. Не хотят. Вот и все. Идем. Идем дальше, друзья. Следующий вопрос. Так, это у нас был. Да, это был. Вот этот. Июльский. Кого из кандидатов вы поддерживаете на будущих президентских выборах? Значит, пять только вариантов дает YouTube. Не мог больше. И поэтому волюнтаристский, да, выбрал тех, кто, мне кажется, сейчас наиболее активный именно в внутренней своей такой повестке быть президентом. Сюда не вошло огромное количество важных кандидатов. Ну, просто ради интереса. Среди этих. У Лукашенко, видим, нет шансов. Ну, нету. Тоже вот. Не может человек это понять. Не может он это принять. У него в голове его 80%. А 6000 человек, респондентов проголосовал, 1%. Ну, не бывает так. Не бывает так, что если у тебя 80%, не зайдут люди и тебя не поддержат. Ну, не бывает так. Открытый канал, который никого не... Там по голосованиям ты не можешь никого забанить. Любой человек может пойти проголосовать. И умеют ябатьки пользоваться телефонами и ноутбуками. 1%. Все. Тихановская 29%, Латушка 27%. Здесь очень близко. Лидер Бабарико. До сих пор самый популярный политик. Оля Карач, хоть и очень активная и очень сильная амбиция. 7%. 7%. Так. Ну, мы будем вот этот повторять. Рейтинг там расширяя, меняя фамилии. Мне интересно, как по чуть-чуть будет меняться ваше отношение к людям. Следующий. Должна ли Светлана Тихановская провести инаугурацию на пост президента? 6800 с копейками голосов. Да. 84%. Нет. 16%. То есть подавляющее, абсолютное. Большинство белорусов хотели бы, чтобы она провела инаугурацию. Тоже она не хочет. Не хочет. Не она, не штаб. И вот разговаривали с ними все эти дни. Дискуссии там какие-то внутренние шли. Не хотят. Считают, что, ну, это, как бы, больше проблем им создаст в их существовании, чем даст результатов. Мол, не очень это законно уже, потому что по закону сроки прошли. Мол, ну, хорошо, если там одни признают, другие не признают. И не факт, что это не будет использована госпропаганда. Еще какие-то такие аргументы. Ну, не слушают людей. Вот единственное, что у меня аргументы аргументами. Население надо слушать. Нейтральное, как говорят в фильмах СТВ. Слушать. Вот когда наши политики начнут слушать свою аудиторию, своих людей, мне кажется, у них дела пойдут. Вот прям получше пойдут у них дела. Идем дальше. Такой опрос был. Если Лукашенко назначит референдум по Конституции, какое действие вы считаете для себя лично правильным? Игнорировать. Значит, 6700 голосов. 45%. Пойти проголосовать против 19%. Выйти на акции протеста против референдума 17%. Устроить альтернативный 17%. И проголосовать за новую Конституцию. Воскресенского 2. Игнорировать 45%. Устали люди. Устали, ну понимаете, бороться с ветряными мельницами, немного устали. Да блин, это там гнусят. Опять видеть эти рожи, этих там в комиссиях, эти урны, в которых все равно подлог спрашивают. Ну не хотят. Не хотят. Не считаю, что это правильным. Это просто, мне кажется, усталость какая-то. Но усталость, не усталость, не хотят. Все, ну общество поменялось. Сменилась модель мобилизации. Ради этого не хотят. Хотя, вот увидите, сейчас будет большая компания, наверное, все эти лидеры будут призывать там или рвать бюллетени, или портить их, или голосовать против. Или что-то. Мацкевич вот предлагал эти протесты, я поставил этот пункт. А люди не хотят в большинстве своем. Именно ради этого рисковать. Вот. Ради того, что Ермошина там опять напишет это 80%. Ну не знаю. Не знаю. Не уверен, что это правильно. Дальше идем. Считаете ли вы, что государственными языками в Республике Беларусь должны быть? Белорусский только. Только лишь белорусский. 37%. Белорусский и русский 63%. 9700 с копейками голосов. Ну грустные цифры, друзья. Грустные цифры с точки зрения понимания, насколько сформировалась наша нация, национальное самосознание, ответственность за развитие национального самосознания. 37% только. Это очень мало. Для такого вопроса, даже не политического, это вопрос жизненного выбора, национальной идентификации. Вот этот вопрос. Мало, мало русифицировали страну. И как видите, русифицировали в подавляющем большинстве. И это, конечно, дикий козырь Путину. Дикий козырь всем этим интеграционным процессам. И понимание того, что мы еще такая незрелая, конечно, блин, страна. 30 лет. Ну понятно, что тут буксовали эти все годы. Но это очень, очень незрелый выбор. Жалко. Грустно, товарищи. Идем дальше. Такой был опрос. Судьи в Новой Беларуси должны назначаться парламентом 22%. 9100 голосов, большая выборка. Независимым органам-регуляторам 22%. Президентам 0%. То есть, как сейчас, 0. Не хотят они таких судей больше, люди. Не хотят таких судей. Избираться людьми, абсолютное большинство, 55%. Конституционное большинство. Хотят люди избирать этих судей. Давать, понимаете, ну как бы самостоятельно решать, кто вершит в Беларуси правосудие. Это и плюс, и минус. Плюс в том, что, конечно, ответственность перед людьми у этих судей. А минус в том, что могут, конечно, избрать и популистов, и непрофессионалов. И будут обещать, я сейчас всем головы там отрублю и так далее. Это палка о двух концах. При неразвитой такой правовой и политической системе. Конечно, когда система развитая, как в Америке, там избрание судей, естественный процесс. Конгресс избирает Верховный суд, а люди во многом избирают судей в Штатах, на уровне городов своих и так далее. Зная этих людей, у нас может всякое повылазить тогда в суде, и коррупционеры, и кто угодно. То есть какой-то фильтр все-таки необходим, или сочетание вариантов, чтобы одобрили и люди. Вот это было бы хорошо. И какой-то или профессиональный орган, или представительный орган, чтобы просто не пролезла всякая шваль туда. И жук, и жаба. Поэтому, а судей, это не просто люди, которые правосудисты, это судьбы людей. Вот сейчас эти судей, которые отправляют на сутки ни за что вообще. За прическу красно-белую. За прическу, ёбая. За майку с цифрами там 25, потому что, видите ли, у какого-то игрока такая цифра 25, а этого игрока что-то там посадили или что. Это бред просто. И эти суди творят именем Республики Беларусь, подписывают эти приговоры. Я уже не говорю про эти там десятки лет, которые они оппозиционным политикам шьют. Ну и, наверное, последний на сегодня опрос. Давайте посмотрим его. Тут не так много еще голосов. У вас есть возможность значительно увеличить. Главным приоритетом оппозиционных сил сегодня должно стать, первое, объединение в единый антилукашенковский фронт под единым брендом. Ну, там, не знаю, какое-нибудь народное движение, народный супротив. Ну, не знаю, 58% считает. Компания против референдума о новой конституции, 2%. Вот, повторяю, не интересует. Вот второй опрос показывает, что не интересует людей эта новая конституция этого Лукашенко. Общенациональная забастовка. Верят в нее 32%. Усиление санкций международного давления 7%. Подготовка переговоров с властью. То, что является, кстати, основным тезисом. Основным тезисом, значит, штаба Светланы Тихановской и всех остальных. Это переговоры, требования переговоров. 1%. Не верит никто. Все, 1%. Дохлая тема. Тузик, так сказать, не просто сдох, а уже и разложился. При том, что официально эта тема является главной стратегией на этот год переговоров. Всех этих демократических сил этой платформой «Голос» подтверждено и в какой-то стратегии опубликовано 1%. Не слышат людей. Вот люди хотят единую большую, условно говоря, мегапартию сторонников перемен, противников Лукашенко. Пусть под предводительством, естественно, Светланы Тихановской. Но единую, единую, единую штуковину, структуру, фронт, объединение под одним единственным мощным брендом какую-то огромную такую штуку. Чтобы не было отдельно между собой конкурирующих, там, Цепкало, НАУ, штаба Тихановской, координационный совет и все остальное. Куча сейчас развелась, огромное количество. А чтобы они взяли и во что-то такое скоординированное, единое слились, объединив свои ресурсы и усилия. Ну, так вот, видите, люди хотят. Не я. 58% это, опять же, конституционное большинство вырисовывается. И я уверен, что сколько бы тут цифры не принимались, вашего участия, и там, и 6, и 10 тысяч, будет аналогичная история. А переговоров не хотят. Для чего я вам все это показал, друзья мои? Для того, чтобы показать, насколько различаются мысли наших политиков. Ну, власти понятны, и властных этих. Но, к сожалению, и не только властных, и ваших мыслей, ваших желаний. Вот парадокс. Или это природа наших белорусских политиков. Не слушать людей, не интересоваться их мнением, не идти, как они хотят, люди. Вот. Делать что-то свое. Ну, или это политическая культура такая какая-то. Вот пишите в своих комментариях, почему так? Почему так? Вот мне интересно ваше мнение. Почему вот так? Ну, с Лукашенко все понятно, он живет в своем мире. А тут, почему так? Такой вот вопрос. Друзья мои, поддержите канал через PayPal, или Superchat, или Donut. Почему это важно? Потому что я очень хочу, чтобы канал стал, ну, таким, знаете, рупором просто элементарного здравого смысла и воли народа. Всем политикам, ну, у кого есть мозги. Не всех это, может, и касается. Вот. Спасибо, друзья. Это был Андрей Курейчик. Всем пока.